Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной Елена Штро, компания «Азбука вкуса». Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Вы были сегодня спикером нашей деловой сессии. Очень интересна тема. Конечно, тема вина, она всегда интересна. Мир, вина. Он такой масштабный, обширный, прекрасный. О нем можно говорить вечно. И мы с удовольствием это будем делать. И сейчас в наших реалиях хочется, наверное, сразу окунуться, потому что тема очень большая. К нам многое не везут. Вино в том числе. Все мы любим Италию, все мы любим Испанию, Францию и так далее. Что происходит на рынке сейчас? Вы знаете, а нам везут. Как бы то ни было, нам везут. Есть, конечно, какие-то точечные отказы в партнерстве, но на самом деле импорт у нас есть. Он в действии. В доле вина импорта достаточно серьезная в моей категории. Поэтому я рада, что на сегодняшний день в текущей ситуации нам везут. Расскажите, может быть, о интересных трендах, которые были рассказаны вами или вашими коллегами на сессии. О, да. Про тренды как раз была моя сессия. Посвящена нашей годовой программе, которая закончила свое действие в марте текущего года. Она была посвящена винным трендам. Это очень интересный курс, который прошли наши покупатели. Мы им рассказали не только о трендах внутреннего рынка, но и о международных в том числе. Затрагивались такие интересные темы, специализированные для таких покупателей, для наших клиентов, которые очень хорошо разбираются в вине, любят вино, много говорят о нем. Ну, например, старые лозы. О них можно говорить вечно. Ну, например, безалкогольные вины, которые тоже являются трендом. О нем тоже можно говорить. Конечно, не так, как о старых лозах, но поговорить можно. Например, вина с островов, вина с туруара горных каких-то равнин. В общем, очень-очень серьезные тренды мы раскрывали в течение года. Хочется обратить внимание, что это была не ценовая программа, то есть не было глубоких скидок, но было очень много всего интересного. Все инструменты, которые мы имеем в «Азбуке вкуса», они были задействованы. Мы их называем «360», то есть у нас были коммуникации в торговых залах, было задействовано полностью все диджитал-направление, что еще можно сказать, сайт, рассылки для покупателей. Мы проводили огромное количество мастер-классов, вебинаров. У нас есть прекрасное печатное издание, каталог «Энотека», где мы тоже очень много рассказываем о вине и погружаем в наш загадочный мир вина нашего покупателя. Насколько я понял, любители вина, которые пили Италию, будут продолжать пить Италию вашими силами. Спасибо. Скажите, какие-то, может, новые тренды появились в ближайший месяц? Может быть, пошел тренд на русское вино? Может быть, наоборот, какие-то новые производства появляются, зная, что будет спрос? Да, вы знаете, есть такое. То, что случилось и то случилось, и эта ситуация серьезно повлияла на выбор покупателя. Люди стали обращать внимание на российские вина, поддерживать российских производителей. Мы это заметили, отреагировали сразу же, соответственно. Мы и так в течение всего нашего рабочего времени проводим много дегустаций, в том числе дегустируем российские вина. А здесь мы обратили особое внимание, выбрали лучшие из лучших. И в ближайшее время у нас будут новинки от российских производителей, это точно. Более того, нам удалось посетить международную выставку, мы не были на ней уже два года. Это про вайн в Дюссельдорфе, достаточно масштабная, серьезная выставка, где мы встретились со своими партнерами, смогли продегустировать и обратить внимание на какие-то новые направления. В этом году для нас была интересна Восточная Европа, поэтому мы немножко походили по стендам таких стран, как Сербия, Хорватия, Словения, Венгрия. И хочу сказать, что у нас будут новинки. Старое доброе хорватское вино. Это правда. Оно правда доброе, правда старое и прекрасное. Спасибо большое за интересное общение и удачи в вашей работе. Вам спасибо большое. Всего доброго.